Значит, смотрите, а что если плюс? Метод. Стратегия страха, а что если минус? Стратегия страха, а что если минус? Стратегия всех негативных людей, а что если минус? То есть, а что если не получится? Публичное выступление – это всегда выход из зоны комфорта. Это всегда непредсказуемая ситуация. Всегда страшненькая. Что будет? Непонятно. И вот страх, но говорит, а что если не получится? Следующий, дальше как механизм работает? Задан вопрос, что если не получится? Ум начинает давать нам образы, что будет, если не получится. Наша голова заполняется негативными образами, образ рождает чувства, чувство влияет на поведение, поведение влияет на результат. Схема запущена. Вероятность успеха снижается, чем больше мы думаем о том, что если не получится. Соответственно, используя противоположную стратегию, задавая себе настойчивый вопрос и заставляя ум искать ответы на эти вопросы. Он же как кугл устроен. Вопрос задал, он тебе выдает 10 страниц ответов. Что будет, если не получится? Он вам ответит. Фишка в том, что если вы спросите, а что если получится, будут те же 10 страниц ответов. Что будет, если получится? Давайте представим, картинки какие будут. Люди внимательно слушают, да? Люди восторженно слушают, люди с восхищением слушают. Обращаются после вас. Обращаются, подходят, обнимают, благодарят, говорят спасибо, пишут, записывают все, что мы говорим. В анкете пятерки ставят, улыбаются. Улыбаются, да, вот так вот, вот он и вперед, вот так вот. Куча новых клиентов после семинара. Вот. То есть нам же выгоднее это будет. Значит, перед выступлением, вместо того, чтобы задавать себе вопрос, что будет, если не получится, и вгонять себя в этот угол, задаете себе простой вопрос, что будет, если получится? А вдруг? Нужно понимать, что мы не знаем, как все будет. Будет, как будет. Жизнь разберется. Что заслужили, то и получим. Ну а что, если получится? И вот правое полушарие начинает работать. То есть нам нужны картинки. Картинки. Потому что образ рождает чувства. Чувство влияет на поведение, поведение влияет на результат. То есть мы должны думать о том, что будет. То есть видеофильм себе создали, и крутим его там 100, 200, 300 раз до выступления. Вместо того, чтобы крутить фильм ужасов, что будет, если не получится. Спасибо.